тунгусово-маньчжурские языки отдельная группа языков составил тайской семьи точно есть у них связи с монгольскими и стюрскими помимо того что они примерно на той же территории находятся также доказано грамматическая лингвистическая и так далее связь локализация всего этого это сибирь и дальний восток то есть это как раз сибирские языки только в сибири имеются основные языки данной группы это маньчжурский практически вымер но ранее был довольно огромный такой язык на большой территории маньчжуре распространенный миллионы людей продолжается посчитать маньчжурами но говорят по-китайски нанайский негидальский орокский ороческий это все мелкие народы долине амура которые тоже наполовину сейчас говорят на русском и свой язык постепенно забывают всяческие удыгейские и так далее и венкийский который собственно называется тунгусским и венский но они сохранились за счет того что они в отдаленных районах сибири находятся там они принципе на своем языке еще говорят но тоже для всех образованных и венков и венов характерно двуязычие и мало их по оценкам советских времен 65 тысяч человек в ссср носители тунгусско-маньчжурских языков какие будем смотреть то есть все конечно диалекты бесконечные на которых почти никто уже не говорит смотреть не будем буду в этой лекции рассматривать те языки которых есть литературная традиция это в советский период создали для венков и венов и нанайцев три языка которые имеют литературную форму из тунгусских и маньчжурский язык хотя он утрачен маньчжурами у него была литературная форма и был старописьменный маньчжурский язык на монгольском луфавите и на нем была создана на самом деле обширная литература и если китай прекратить свою эту политику по ассимиляции маньчжуров вполне возможно маньчжуров восстановить потому что язык есть у них этническое самосознание у них есть они понимают что они не китайцы можно просто снова обучить их языку и народ восстановится маньчжурский также много мелких народов еще есть мертвый язык джурджений тоже был тунгусом маньчжурский он совсем давно был ранее средневековье и письменность даже не совсем там все расшифровано то есть продолжается изучение джунджирских надписей всех этих группировка их но обычно маньчжурский язык явно отличается поэтому обычно делят на северную группу тунгусскую собственно это вот все языки крови маньчжурского и южную группу маньчжурский язык ну и в общем современные ученые с этим согласны были попытки эту классификацию оспорить нас нам сейчас до выделяется во-первых тунгусская группа во вторых маньчжурская в чем манчжурской группе относятся и мертвый язык эти джурджений а только шоя группа делится на сибирскую и амурскую то есть вот эвенкийский и венские языки сибирской группе тунгусских языков и приамурской группа этот этот нанайский, урский, арокский, аудыгейский. Вот это все значит приамурская группа тунгуса-манчжурских языков. Ну, известен этот удыгеец из книги «Последний из Удыге». Ну, короче, ряд носителей тунгусских языков они попали на страницы русской художественной литературы. Такие колоритные охотники и так далее. Давно они изучаются, давно доказано родство. В то же время имеется активное сейчас влияние китайского языка, естественно, на манчжурский и на тангусский языки русский. То есть, это на все уровни языковой структуры влияет, потому что двуязычие массовое. И, соответственно, они сейчас или вымирают, или искажаются. Структуры гласных и согласных характерны большое количество разных гласных в этих языках. То есть, они могут быть краткими, долгими, чистыми носовыми, простыми дифтонгами. Очень много всяких видов дифтонгов. Прерывные, аспирированные, фарингализованные. Потом расскажу все это. То есть, там куча всяких гласных, которых мы даже и в диком кошмаре не произносим. Но доказано, что все они сводятся вот к этим вот простым восьмигласным. Вот эта структура на картинке про языка Тунгуса-Манчжурская. То есть, первоначально гласные были довольно простые. И напоминает это все обычную алтайскую схему. То есть, они противопоставлены передние, задние, огубленные, не огубленные. И по этим признакам имеется, естественно, ксенгармонизм в Тунгусо-Манчжурских, как во всех алтайских почти. То есть, он в основном по передним, задним и немножко бывает так же огубленный. Потом расскажу. То есть, немножко отличается типа сингармонизм по языкам, как обычно. Также дифференциация по краткости и длительности, но она в Тунгусских языках, а в Манчжурских не наблюдается. Как раз согласные, наоборот, простые. И там всего где-то около 20 согласных обычно. причем согласные противопоставлены по твердости, мягкости, тоже можно так сказать. Но только у них мягкие, середнеязычные, то есть совсем далеко мягкие говорят. Но, в общем, есть мягкие, есть развитые заднеязычные, как, в общем, и в монгольских. То есть, вот эта вот структура согласных напоминает, в общем-то, монгольскую. Но с четким вот этим с полотализацией, хотя она есть и в, собственно, монгольском языке и в других монгольских. Противопоставлен также первый слог и последующие. Ну, тоже, видимо, это, наоблучено материале языков говорить. То есть, вот это вот, как в монгольских языках, различие между первым слогом и не первым слогом тоже существует. Как и все алтайские, не любят они сочетаний согласных ни в начале слога, ни в конце слога. И вообще, конечные согласные могут быть только сонорные в тонгусе-манджурских. То есть, N, M, L, R на конце слога могут быть. И то не во всех, во многих, в некоторых языках вообще только гласный может быть на конце последнего слога. Ударение тоже, в общем, спорно. Там у них есть музыкальное ударение, которое может наконец слово падать. Есть силовое на начало слово, в общем, тоже имеет смысл рассматривать на материале конкретного языка. Морфологически противопоставлены существительные глаголы, ну, как обычно в алтайских. Суффиксы. Суффиксов довольно много. В венкийском языке до 400 суффиксов, которые обозначают разные виды грамматических значений. В манджурских языках распространены аналитические формы, то есть, с помощью каких-нибудь служебных слов. Поэтому там меньше суффиксов. А в тангусских в основном вот эти синтетические, то есть, с большим количеством суффиксов на концах слов. Хотя бы могут быть аналитические. Раз есть аналитические формы, есть служебные слова, и в том числе послелоги, то есть, предлогов, как обычно, нет, а есть послелоги, ну, как обычно в алтайских языках. Предлагательные не изменяются в тунгусских языках, как и в остальных алтайских, то есть, они не согласуются с существительным, они обязательно ставятся перед существительным цветом. Есть причастие, где причастие, есть обширная таблица изменения глаголов, которые лучше на каждом конкретном языке рассматривают, то есть, это сложные языки с кучей окончаний, напоминающие тюркские. То есть, если они там в тундре живут, товарищи и венки, это не значит, что они на каком-то очень простом языке разговаривают, язык достаточно сложный. И позволяет в одном слове много значений сразу показывать, потому что там в тайге долго объяснять некогда. Категория притяжательности, то есть, в самом слове выражено значение, кому оно принадлежит. И различаются два вида притяжательности, неотчуждаемые и отчуждаемые в тунгусо-мажорских. Вот имеется в виду, что, допустим, голова человека, она от человека, ее нельзя отрезать. Это будет одна конструкция грамматическая. А вот если у человека есть голова рыбы или зверя, то есть, она от человека отчуждаемая, то это другая грамматическая конструкция. И они противопоставлены. Нет рода. Выделяется обычно класс разумных существ, лица и класс остальных предметов. Вот как раз притяжательные суффиксы могут быть с классом разумных существ, то есть, людей или богов. А животное, если оно только как человек изображается в сказке, только тогда оно может иметь притяжательные суффиксы. Отрицание выражается либо с помощью служебного глагола типа быть, либо с помощью частиц отрицательных, которые перед глаголом в данном случае идут. Достаточно у них жесткая структура предложения. Зависимый член синтагма предшествует тому, который зависит. То есть, сначала говорят допустим, прилагательное или другие разные конкретизирующие слова, вещи, а потом уже самое главное слово. зависимое слово ставится обычно в начале конструкции, а то слово, от которого все зависит, обычно на самый конец конструкции ставится. Сказуемое как обычно на конце предложения, как обычно алтайских, опять же. Тут, в общем, все черты алтайских языков наблюдаются. Ну вот, в общем, все, потому что надо подробнее по каждому языку говорить, там отличается грамматика и так далее. Очень сильное единство наблюдается, то есть, очень много общих слов доказанных для всех тунгусо-мажорских языков. Лингвистические влияния монгольские и тюрские, но сложно, потому что тунгусские же тоже не алтайские, поэтому, возможно, это общее алтайское слово, возможно, оно у них заимствовано из тюрских или монгольских. То есть, спорно. Ну, естественно, как уже говорил, сейчас все эти языки в тяжелом положении, как раз тунгусо-мажорские языки оказались в отличие даже от тюрских и монгольских, то есть, они вымирают и для носителей мажорского характерно двуязычие с китайским и для носителей всех северных тунгусо-мажорских языков характерно двуязычие с русским языком, что влияет также на их языки, когда они на них пытаются говорить. И, в общем, все-все в тяжелом сейчас положении, только для трех языков есть литературная норма и то, в общем-то, особенно никому не нужна. Численность очень маленькая всех этих носителей, там десятки тысяч человек в лучшем случае. Так что, вот с этими языками все плохо и пока их сохранить не удается. И, в общем-то, все-все в порядке. все-все в порядке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!